Всем привет! Вы попали на канал Аматинского государственного колледжа новых технологий. Меня зовут София. Совсем скоро школа останется позади и 9 и 11 классникам предстоит сделать жизненно важный выбор, определиться с будущей профессией. Советую отнестись к этому событию максимально серьезно. И я со своими товарищами хочу рассказать вам, что нужно знать для успешного выбора специальности. Некоторые выпускники школ выбирают специальность по результатам ЕНТ и КТА, которые необходимо сдавать для поступления. Для итоговой аттестации они выбирают те предметы, которые наиболее легко давались в школе. Если удалось определиться с направлением будущей деятельности, предстоит узнать, на каких специальностях высшего или среднего профессионального образования можно получить все необходимые знания, умения и навыки для работы, пожелаемые профессии. Для начала нужно посетить учебное заведение в день открытых дверей, посмотреть базу колледжа, техническое снабжение и сравнить с другими заведениями. Прогуглить это учебное заведение, посмотреть на разнообразие студенческой жизни, узнать, какие кружки интересные вам есть в том или ином учебном заведении. Прицениться и оцениться свои шансы на поступление. Некоторые абитуриенты при выборе профессии опираются на престижность и популярность. Ни для кого не секрет, что в нашей стране работа, связанная с физическим трудом, считается непрестижной и подходит лишь для тех, кого природа якобы не наградила умственными способностями. Именно поэтому выпускники метят в юристы, экономисты и журналисты. И после окончания вуза с трудом находят работу по специальности. Представителей же в кавычках непрестижной рабочей профессии довольно мало. И их услуги всегда востребованы и хорошо оплачиваются. Нужно отметить, что подобное положение вещей играет злую шутку с теми, кому действительно нравится та или иная профессия. Ведь не всегда знаешь, что тебя ждет в будущем. И как говорится, работая руками, всегда заработаешь на кусок хлеба. И даже переехав в другую страну, везде сможешь найти работу. Не стоит подстраиваться под лучшего друга или идти в тот или иной вуз, только потому, что он планирует туда поступать. Обычно такую ошибку совершают себе неуверенные в себе люди, испытывающие потребность в постоянном спутнике, советчики и наставники. Если эта ситуация вам знакома, подумайте, интересна ли вам та или иная специальность. Входит ли она вашему характеру, состоянию здоровья, как и вам давались школьные дисциплины, которые предстоит подробно изучать в вузе. Если вы хорошо обдумали вопрос и решили то, что выбранное другом учебное заведение вам не подходит, не стоит воспринимать это как трагедию. Во-первых, ваша дружба не испортится только потому, что друг станет медиком, а вы, к примеру, дизайнером. Во-вторых, рано или поздно вам придется развивать самостоятельность и независимость, строить личную жизнь и карьеру. И лучше, если вы сами будете способствовать этому, а не противиться. Влияние родителей на выбор будущей профессии ребенка может быть как положительным, так и отрицательным. В случае, если ваш тысячу раз обдуманный выбор не совпадает с ожиданием родителей, спросите у мамы и у папы аргументировать, почему они так хотят. Чтобы вы, скажем, стали именно юристом, а не дизайнером или автомехаником. Спросите их, какими они видят в вашем будущем, расскажите им о собственных планах и устремлениях. Возвесьте все за и против. Иногда родители удается переубедить, иногда нет. Даже вопреки здравому смыслу, но не совсем правы те, кто убежден, что в спорной ситуации профессию нужно выбирать наперекор. Взрослым или безоговорочно с ними согласиться. В этом вопросе необходимо найти компромисс. Иначе вы либо испортите отношения, либо окажетесь в чужом вам образовательном, профессиональной среде, с горой нереализованных желаний. Компромиссы могут быть удовлетворяющие как ваши пожелания, так и родители родительские. Например, если вы хотите стать дизайнером одежды, а ваши родители видят вас исключительно в роли юриста, можно поступить в колледж на дизайнера, а в неверное юриста. Для многих людей работа не становится источником реализации собственных талантов, а является лишь источником материального дохода. Нередко молодым людям еще во время учебы дает шанс устроиться на хорошую работу, которой редко удается совмещаться с учебой. Да, поначалу ваши доходы могут существенно отличаться от карманных расходов сверстников, но вряд ли ваш материальный капитал увеличится с годами, в то время как зарплаты дипломированных специалистов будут повышаться в зависимости от их потребностей. И на этом наши советы закончились. Выбирайте специальность умом, помните, будущая специальность – ключевое условие успешного решения будущего. Нужно разобрать каждую профессию и выбрать ту, которая будет вашим спутником на все времена. Желаем вам удачи и знайте, мы верим в вас. Если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Субтитры сделал DimaTorzok